Лидия Сёмина, 8 лет, город Подольск, Людмила Пожидаева, война, блокада, я и другие. Наверное, общая беда делит нас на людей и людишек. В одних раскрывается всё самое лучшее, в других высвечивает всё самое гнусное. Бабушка Даниловна, наша соседка, до войны была в Арчалиевой, всё время приезжала, гоняла нас с Зойкой из кухни. Она заглядывала в свой кухонный стол и смотрела, не пропало ли у неё чего-нибудь. Я её немного побаивалась, но вот войну бабушку словно подменили. Она опекала нас с Зойкой в меру своих сталеньких сил. Мы с Зойкой и бабушкой спали теперь втроём, в одной постели. Бабушка ложилась в серединку и прижимала нас к себе, чтобы теплее было. И иногда рассказывала что-нибудь из старой жизни. Как-то утром мы проснулись и к удивлению увидели, что бабушка спит. Спит! Зойка стала её толкать, звать. И тут мы поняли, что наша бабушка тихо и просто умерла. Мы спали с ней с мёртвой. Ревели, выли в два голоса, но жаловаться было некому. Мы остались вдвоём. Прости, Даниловна, меня, что я, наверное, хлеб твой ела. Ты умерла, а я жива. Прости, Даниловна, меня. Спасибо, что меня храня, куском делилась и душою. Прости, Даниловна, меня. Я благодарной памятью с тобой.